О дизлексии. Дорогие друзья, дизлексия и дисграфия, понятно, что она может быть следствием полной необразованности человека, но, к сожалению, чаще всего это следствие именно не нарушений работы мозга, как многие могут подумать, а просто особенности работы мозга. Приведу вам пример. В анатомии есть, иногда встречается такое описание, есть патология развития скелета, допустим. Очень часто мы можем встретить, к примеру, какие-то особенности развития позвоночника или патологии позвоночника. Когда говорят о особенности, ну, к примеру, там где-то у нас по-другому будет проходить вертебральная артерия позвоночника. К примеру, где-то бывают, рождаются люди, у которых сердце находится не слева, а справа. И, соответственно, вот эти вот моменты, они не обязательно будут сопровождаться какими-то конкретными патологиями. Совсем не обязательно человек может дожить до глубокой старости с тем, соответственно, положением сердца совершенно нетипичным для него. И, соответственно, вот всякие такие особенности развития тела человека, они могут касаться не только нашего тела вот в плане, да, скелета, мышц, органов внутренних, банальных, но и мозга. Просто мозг так глубоко не изучен и так сильно не на слуху. Поэтому, когда есть особенности развития мозга, к сожалению, у нас совершенно не воспитана даже на Западе, даже на Западе, толерантность к таким людям. Потому что дисграфия и дизлексия – это именно особенности развития мозга. И люди в современном обществе, они не способны, к сожалению, до конца это осознать. То есть дизлексия – это когда я, на самом деле, как бы, ну, не могу какие-то слова, допустим, произносить верно или правильно, да, проблемы с речью. Ну, заикание, наверное, не относится, но вот, ну, разные. Я разных авторов читал по-разному, классифицирую, суть не в этом. Дизграфия, соответственно, когда с письмом проблемы. И вот я встречал некоторые с письмом проблемы, некоторые авторы относят и ее, и в дизлексию тоже проблемы с письмом. Но суть не классификации. Я хотел поговорить о таких общих вещах, так как я человек, который переживает даже эту дизлексию, у меня до конца не получается избавиться. Я пробовал читать вслух, я достаточно много читаю с детства. И я в 14 лет прочитал там всего Гоголя. Мне очень нравился Гоголь в детстве. И, понимаете, не получается. Не получается все равно делаешь эти ошибки в письме, так или иначе. Это не безграмотность в том плане, как видите ее вы. Потому что у меня дизлексия у всех выражается в каких-то разных других особенностей работы мозга. У меня выражалось, например, в поэзии. Для меня, когда я занимался с учителем, с преподавателем, ей очень нравилось, это моя особенность работы, да, головного мозга, я, ну вот прямо на ходу фактически мог подстраиваться к ритму стиха какого-то там Пушкина, Есенина или современных исполнителей, и подражать им, когда это, соответственно, я дело развивал. И сейчас для меня большой проблемой рифмовать какие-то слова не выражает, да, не выражает особо проблемой какой-то, не составляет проблемой. Но писать для меня является проблемой. Тогда как более сложная, да, деятельность, казалось бы, нужно подстроиться под какой-либо ритм стиха. Там у них, вы знаете, что стихи, они пишутся огромным количеством правил. А я в своем подростковом возрасте выдавал это просто интуитивно. На автомате достаточно качественные стихи с точки зрения стихосложения правильного, в принципе. И так у многих дизлексиков, у них в чем-то другом выражается, какая-то способность имеется. К сожалению, в обществе стихи, ну, абсолютно не нужны. И это такой бесполезный талант, да, и хотелось бы поменяться, да, на грамотное письмо. Но никто нас не заставлял выбирать те способности, да, которые мы имеем на сегодняшний день. Поэтому, дорогие друзья, будьте толерантны к тем, кто в интернете, где-то еще в каких-то других вещах, даже в документах иногда взрослые люди допускают ошибки. Возможно, они дизлексики, и что чаще всего они даже не знают об этом. А я желаю вам здоровья, счастья, и всех жду на своих консультациях онлайн. Да пребудет с вами здоровье. Спасибо.